Приветствую всех любителей конструкторских игр, с вами Ванок и у вас сейчас на экранах игрушка, называющаяся Scrap Mechanic. Это инди-игра, которая разработана пока что особо неизвестна студии Autolot Mechanics, по-моему, как-то так она называется. Стоит она в стиме 419 рублей, что, по моему мнению, несколько завышено, по крайней мере, пока что. Игрушка эта традиционно находится сейчас в стадии раннего доступа, то есть, в принципе, мы являемся ее тестерами, которые, собственно, ее приобрели. Я хотел бы про нее рассказать, потому что, на самом деле, игрушка довольно забавная, хоть я уже и сказал, что дороговато. И мне чем-то напоминает Автократ. Вы помните, я снимал на своем канале такую игру, где можно было всякие машинки конструировать, ракеты, самолеты даже. Все достаточно там было продвинуто, но графика, конечно, была не очень казистая, а вот тут у нас, видите, достаточно неплохо все прорисовано. Конечно, не идеально, видно, что такая мультяшная, упрощенная, но, в принципе, в таких играх слишком навороченная графика, наверное, даже мешается. Вот лично мне, допустим, вот этот блюр даже, наоборот, кажется немножечко не к месту, хотя, в принципе, можно его, по-моему, как-то отключить. Надо только вспомнить вообще, что это у нас такое, Diff of Field, по-моему, или же Bloom Effect. Вот что-то вроде этого отличается. И за счет этого... Да, вот, ну, одна из этих настроек, я уж пока не буду разбираться. Вот так, по-моему, стало гораздо лучше, чем вот когда совсем все заблюрено. По-моему, это Bloom. Вот, ну, в общем, графика ничего так, но, конечно же, графика это ерунда, потому что, на самом деле, гораздо важнее не то, как эта игра выглядит, хотя это тоже, конечно, играет свою роль, а чем она напичкана. Игрушка, конечно, пока что плохо доработана, она только-только вот вышла, поэтому, в принципе, много от нее ожидать не стоит, но некоторые вещи уже есть. Я бы сказал, базисы, которые ей требуются. И вот эти базисы нам позволяют строить некоторые механизмы, в том числе вот, например, машинка. Вот у нас с таким она звуком заводится. Вот у нас персонаж, единственное, что странно, что он женский, я мужского создавал. Может, я как-то в процессе переключил. Машинка у нас может кататься. Это все дело связано с моторами. Сейчас мотор у меня настроена не очень сильно, поэтому ездит она, ну, так, медленно относительно. Я даже-даже с разгонюсь, допустим, подпрыгнуть явно не смогу. Но, в принципе, зато она у нас хорошо поворачивает, такая юркая. Изначально это планировался этакий погрузчик, но в итоге у меня погрузчик пока что не получился. Получилось у меня что-то непонятное. Собственно, давайте слезем и покажу я, допустим, функцию вот такую. Вот видите, нажимаем на кнопочку. Опускается у нас что-то вроде, даже не знаю, как это назвать, ни кож, ни, даже не знаю, ну, что-то вроде такого. Вторую кнопочку нажимаем, машинка у нас в итоге, ну, скажем так, встает на дыбы. Допустим, мы будем считать, что это опора. То есть мы можем, допустим, сделать еще одну вот здесь сзади, и машинка будет у нас, соответственно, по нажатию проводиться в состоянии, соответственно, упертого. Ну, опортового, упертого. Вот, и назад можно это все провести дело. Все это у нас, соответственно, управляется всякими механизмами нашими, которые мы прикрепили к машине. Вот снизу, видите, два двигателя с фейковыми, ну, можно так сказать, выхолкными трубами, потому что, на самом деле, их подводить не обязательно. Это уж так, для красоты сделал. И, соответственно, тут у нас всякие еще контроллеры не так много. Ну, и самое главное, конечно же, место пилота, которое у нас является центральным, всем управляет. Вот, есть у нас также вот такая вещь интересная, как платформа, которая может подниматься, опускаться по нажатию кнопочки. Она полезна в строительстве, то есть, когда мы что-то конструируем, мы на эту платформу сначала ставим, собираем, то мы ее убираем. Можно ее вообще просто как лифт использовать. У нас таким тоже она интересна, с звуком поднимается, опускается. Конечно, звук здесь очень хорошо реализован, на мой взгляд. Есть у нас также тут дубинка, не совсем понятно, зачем. И можно пинать всякие вещи, вот, например, если мы сейчас, допустим, вот так построим три кубика, один уберем, то, соответственно, вот этот останется сейчас свободно лежать. Не знаю, что кубик, хоть и деревянный, но, конечно, пока падает со звуком железа. И вот этот кубик мы можем пнуть. И у нас такой эффект, там, как будто трава начинает улетать. Это, конечно, недоработка, понятно, но, в принципе, пока что и так интересно смотрится. Каких-то других, пока я не знаю, тут применение кувалды, потому что, в принципе, на самом деле, эта игрушка не про сражение, не про войну, а именно вот такое, про конструирование. Хотя, на самом деле, она заточена под сетевой режим. Тут даже, когда создаешь сервер, ну, комнату, она уже сразу предлагает выбрать количество игроков, количество там всяких деталей, которые игроки сможет использовать. Но я пока что, естественно, играю в одиночку. Ну и раз я зашел, собственно, выбрал кубик, покажу вам, как строится. Строится у нас, в принципе, все понятно любому человеку, который когда-либо вообще играл в подобного рода игры, что в Майнкрафт, что прочее, то есть можно вот так по кубику строить. Ну и продвинуто есть режим, у нас можно, соответственно, строить вытягиванием. Плюс тут вытягивание работает по принципу, что оно у нас в нескольких направлениях. Мы нажатием Q, это направление меняем, соответственно, можем по горизонтали, можем по вертикали вытягивать, соответственно, всякие, соответственно, строить вещи для облегчения. То, что я думаю, многие знают, что в играх вроде Майнкрафта очень неудобно, когда по одному кубику можно строить, тем более кубики тут, видите, не такие большие, то есть масштаб поменьше. Вот, собственно, есть у нас удаление правой кнопкой, по такому же принципу. Есть у нас тут, соответственно, физика, то есть кубики, как я вам показывал, не остаются висеть в воздухе, как в том же Майнкрафте. Они у нас, соответственно, как только отсоединяются, начинают жить своей жизнью. Но вот платформа, соответственно, она вот эта сейчас прикреплена к полу, соответственно, с ней пока что мы ничего сделать не можем. С другой стороны, как я уже сказал, у нас есть лифт. Естественно, что... Да, лифт у нас один на весь уровень, тоже недоработка такая. Про недоработку мы еще и поговорим. Но вот видите, допустим, я тот лифт, соответственно, убрал, построив этот. Можно, в принципе, на самом деле подсоединить к этой платформе лифт уже готовый, и, соответственно, он будет тоже работать. Но тот, соответственно, убрался. Это довольно удобно, то есть можно любую даже вот машину, сейчас я могу тоже залифтовать, и она сразу будет на этом лифте, и, соответственно, можно как-то будет там с ней возиться. То есть это, конечно, плюс. Насчет минусов, давайте сразу скажу, перед чем я перейду к более детальному изучению всего, что тут можно строить. Я тут составил немножко список себе минусов, которые есть, которые, в принципе, и в стиме, они уже описаны тоже от игроков. Во-первых, тут мало блоков. Вот у нас вот все допустимые для строительства блоки. Их на самом деле мало очень. Самое главное даже не что блоков, вот в принципе мало, а что мало технических блоков. У нас здесь есть поворотник, есть здесь у нас колеса, есть двигатель, но нет, допустим, поршня. Поршень очень бы на самом деле пригодился. Полезные вещи. Странно, что его сразу не реализовали, но вот так или иначе поршня вы пока не видите. Можно только, соответственно, пока что надеяться на крутящиеся, а не выдвигающиеся моменты, и, может быть, как-то за счет этого что-то придумывать. Вот. Соответственно, тоже не улетает, да? Вот. Физика, как показал, есть, но тоже она не совсем правильная, да? Бывает, наш персонаж где-то застревает, потом вылетает как пушечное ядро. Есть тут свои моменты, но, в принципе, физика это не такая главная вещь. Машина в целом управляется неплохо. И, допустим, вот если мы сейчас поставим двигатель на полную катушку, к примеру, да? Наша машина превратится в такой эдакий, даже не знаю, ракету, потому что она начнет бешено летать по уровню. Разрушения здесь пока нет, так что можно не переживать. Ну, а если уж мы совсем перевернемся, и вот, допустим, не можем так встать, да? Нам что поможет? Правильно, лифт. И мы можем, ко всему прочему, не просто его перевернуть назад, но еще отнести нужно на место. Это, конечно, удобно. Но мы все-таки говорим пока что о недостатках. Недостатки плюс еще не совсем удобный способ удаления, даже не в том плане, что он на правую кнопку, а в том, что тут иногда некоторые предметы, чтобы удалить, приходится удерживать эту кнопку. То есть, допустим, я нажимаю правую, видите, тут заполняется круг, и нужно некоторое время ждать. Это неудобно в том плане, что когда у вас много таких предметов, вам придется их по одному, соответственно, удалять. Это, конечно, не очень удобно. Допустим, строить я могу вот так быстренько, а удалять придется каждый раз, раз, раз. Было бы удобнее, допустим, если было какое-то сочетание клавиш, допустим, к примеру, shift, или там alt, правая кнопка, когда я ее зажимаю, и он удаляется моментально. А в идеале еще вот такие предметы, в отличие от блоков, чтобы тоже, точнее, как и блоки, тоже можно было удалять всем скупом. Это полезно, когда, допустим, что-то разбираешь, и по одному блоку, конечно, очень неудобно разбирать, а что-то совсем глобально построить, конечно, это будет неудобно. Вот. Ну, в общем-то, это все, надеюсь, будет дорабатываться, как я сказал, игра только недавно вышла. Тут еще плюс надо некоторые другие вещи изучить, но, как бы, тут, допустим, есть сенсор, есть радио. Честно говоря, радио, я так понимаю, тут я пока что-то не пробовал использовать, но сдается мне, что это тупо, ну, какая-то там музыка, чтобы играла, а-ля. Но, допустим, поставим его сюда. Кстати, еще один момент, связанный с неудобством. Тут, в отличие, допустим, от Space Engineers, Medi Evil Engineers, где достаточно удобно реализована процедура кручения, здесь все надо только на две кнопки, Q и Shift Q. И крутите, как хотите, как бы. Ну, в принципе, это зато упрощенно, вы не будете путаться клавишек, но, с другой стороны, иногда приходится долго крутить что-то. Ну, да, музыку просто радио нам дают, в принципе, не странно. Давайте, все-таки, перейдем к основам игры, собственно, конструированию, не даже не конструированию, а механике, потому что, это, собственно, основа этой игры, это главная фишка ее. То есть, просто строить здание здесь пока что невозможно, точнее, можно, но неинтересно, потому что, как я сказал, блоков немного, а вот попытаться создавать механизмы можно. Механизмы у нас, видите, тут много чего сразу появилось, здесь что-то куда-то пропало у меня. Немедленно вернитесь назад. Вот, отцепил, наверное, случайно. Кстати, интересно, я могу радио подключить? Ну-ка. Ага, сейчас только обнаружу, что можно вот так сделать, правда, она у меня не активируется, то ли не доработка, то ли я что-то не понял. Так, ладно, вернем назад наши движки на нормальный уровень, кстати, их совсем маленькие поставить, будет наша машина тащиться, как старый трактор. Допустим, где-то, наверное, на тройку оптимально. На тройку, сказал я, и поставил на четверку. Вот, собственно, я, на самом деле, достаточно долго развозился, разбирался, что, как сделать, как бы не стал. Я, как обычно, люблю делать иногда, что вот, мы сейчас будем разбираться в игре, а я сам ничего не понимаю в этом. Конечно же, надо к этому делу подходить более основательно, к таким играм, по крайней мере, чтобы понимать вообще, что себя игра представляет, как на нее реагировать. Ну, давайте, допустим, я не буду пока что машинке что-то делать заново, я покажу на более простых примерах, если что, мне тут что-то блога не нравится, какая-то текстура неправильная. Ну, пусть будет металлический. У нас, кстати, блоки уже имеют вес, правда, это, в принципе, не так важно. Допустим, с машины сильно нагрузить, у нас, допустим, подвеска провисает сильнее от тяжелых блоков, но как-то это пока что больше ни на чем не чувствуется. Так вот, собственно, допустим, у нас здесь будет какая-то а-ля панель управления. Вот, допустим, вот мы поднимем платформу и, соответственно, попытаемся к ней присобачить что-нибудь. Ну, допустим, вот так, вот так. Сюда немножко выдвинем и поставим основной, на данный момент, и практически единственное, что позволяет нам хоть какие-то механизмы делать элемент под названием под названием, ну, под названием он называется как у нас там Беринг. короче, не колесо, это даже одно что. Ну, муфта, не муфта. Я, на самом деле, не сильно разбираюсь в подобных вещах, так что, простите меня, если я что-то в плане инженерных названий буду неправильно произносить, это уже, в общем, не важно. Так, есть тут еще некоторые косяки со строительством, как бы, иногда делается не то, что хочется, но, в принципе, это все исправим, как в таком случае, у нас балку, например, можно прикрепить вот так, а эти потом просто убрать, да. Соответственно, мы тут построили вот такие балочки, которые у нас, соответственно, к... ну, не крутятся пока что, они присобачены к поворотному механизму, они могут могут поворачиваться. Соответственно, мы можем сейчас вот так достроить, вот так их вместе соединить, чтобы они вместе ходили, да. Соответственно, наша следующая задача, ну, давайте тут еще какую-то сделаем, вот так, как-то так, не знаю, для чего я это сделал, но пригодится. Дальше, нам нужно построить что-то, что будет у нас, собственно, крепиться к этому поворотникам. Это вот такой инструмент. Дальше, к этому инструменту нам нужно подсоединить наши поворотники. Так, настроить, чтобы они в одну сторону крутились. Что-то я не понял. Вроде в одну, вроде... а вроде не в одну, ну ладно, допустим, вот так пусть будет. И настроить поворот, как мы можем вообще его, как она сможет поворачиваться. Допустим, вот так, минус 30, плюс 30. Тут надо детально, на самом деле, это все настраивать. Я не совсем сам пока что понимаю все основы, но, как бы, думаю, со временем как-то притыкаюсь. И, допустим, ставим мы кнопку. Вот там на машинке у меня был переключатель, а тут я подсоединил кнопку и тоже подсоединил к этому пульту управления. Теперь у нас кнопка ничего не делает, да? Допустим, а вот так? Хм. Самое время подумать, что мы делаем не так. Давайте, допустим, разберем блоки, один с ними, посмотрим. А, все, понял, ремофф лифт. Да, как же я мог забыть, что у нас все это дело стоит на лифте. Точнее, не мог не забыть, а я просто, честно говоря, не думал, что лифт у нас как-то это дело ограничивает. Только, видите, кстати, еще одна особенность, что у нас как-то это все дело достаточно криво... Так, я не понял, не так, все-таки зря перевернул. У нас это дело еще нормально не соединяется. То есть, видите, допустим, вот так мы все делаем, то она как бы кажется, что вместе, на самом деле она совсем не вместе и это немножечко, конечно, удручает. Ну, допустим, вот так мы сделаем. То есть, блоки иногда между собой просто не соединить. Это тоже, об этом все им писали. Вот, допустим, мы можем сделать так. Тут, соответственно, мы это дело только до минус 15, чтобы она у нас так сильно не опускалась. Вот так. И, допустим, под нажатию кнопки у нас это дело поднимается и подпускание кнопки соответственно приходит в обратную ситуацию. С колесами все несколько иначе. У нас для того, чтобы колеса, собственно, можно было использовать, чтобы они крутились у нас, во-первых, колесо должно становиться вот тоже на такую же фигню, на крутящейся, иначе она крутиться просто не будет. Кстати, вот я и не проверял. Давайте, знаете, как сделаем. Мы лучше сделаем вот так. Сделаем что-то вроде пропеллера, да? Ну, это, конечно, будет не пропеллер, просто будет такая непонятная ерунда, которая будет крутиться. Так, промахнулся. То есть, в принципе, колеса-то вы уже видели. Колеса, в принципе, простой. Работа. Вроде по две каждая поставил. Тут раз, два, а тут три, тут две. Значит, сюда еще одну. И сюда еще. Соответственно, вот этот у нас крест, по идее, должен крутиться, как только я вот это уберу. Не, не крутится пока сам. Так, дальше нам потребуется двигатель. Двигатель, собственно, у нас есть двух видов. Есть газ-энджайн, есть литрик-энджайн. Я, честно говоря, не понял из описания, чем они отличаются. Чем-то отличаются, в общем-то. Вот, допустим, мы присоединяем это к двигателю. Теперь, видите, у нас, кстати, появились сразу вещи, ну, той машинки. Я надеюсь, что у нас они будут все-таки отдельные механизмы. И можем, допустим, запустить ручной двигатель. Эта фигня начинает бешено вращаться. Еще мы, кстати, двигаем насчет этого платформы. Вот, ну, допустим, такой мы сделали вентилятор, который, соответственно, у нас приводит действие просто двигателем. То есть, двигатель у нас как бы заставляет постоянно крутиться. Можем сделать, попробовать немножко иначе. То есть, вот, сделать. Надо просто разобраться, как это сделать. По идее, допустим, наверное, можно как-то вот так прицепить. Ну, это чисто номинально. Это будет включать его фигня, а это заставлять крутиться. Посмотрим. Да, пока не крутится, по идее, сейчас должно сработать. Да, сработала. То есть, кнопка у нас включает, соответственно, двигатель, а двигатель уже включает вот такой пропеллер. Лететь мы, конечно, не сможем. Тут пока такого, видимо, не предусмотрено, но что-то вроде такого пока есть. Чего-то, если бы, допустим, поршень выдвигающийся, было бы гораздо удобнее. Ну, и, соответственно, можно придумать еще какие-то другие механизмы, шестеренки. Было бы неплохо увидеть. Было бы неплохо увидеть какие-нибудь там, даже я так сейчас сходу не скажу, ну, хотя бы те же пропеллер, какие-то крылья, ну, крылья машущие, в принципе, так можно. Даже, наверное, не крылья, а вот какие-нибудь, даже не знаю, как называть-то, петли, что ли, вот такие, которые будут приводить действия, ну, что-то вроде аналогично. То есть, чем больше деталей, которые будут проводить что-то удержение, тем лучше. Ну, в принципе, зато у нас есть тут, кстати, ускорители. Вот, давайте мы, я их вам тоже продемонстрирую. Вот, ускорители, кстати, я еще не смотрел на их работу. Вот, давайте к нашей вот такой платформе, собственно, и прицепим. Давайте с двух сторон, допустим, попробуем посмотреть, будет ли двигатель у нас дело как-то крутить, ну, не крутить, даже поворачивать. Если достать просто сидение, то есть сидение, в отличие от того водительского, оно никакого управления нам не дает, мы просто садимся. То есть, в принципе, даже как-то это особо дело не влияет, но давайте попробуем. В принципе, по идее, по идее, оно все равно нужно как-то что-то давать. Ага, вот, допустим, оно может нам давать во, включать, выключать, во, понятно, то есть, в принципе, можно из сидения управления делать. И, кстати, я вот хотел сказать, то, как начал записывать видео, что тут у нас нельзя настроить управление, что очень неудобно, то есть, на разные, вот тут мы, если прицепим непосредственно к кабине, мы это можем сделать, давайте я вам это покажу, не по кнопке, чтобы было активаться, а вот ты искал вот так. Что-то у нас то ли подвисло, то ли еще что-то. Странно. Давайте уберем кнопки. Вот так. Вот, теперь подцепился. Соответственно, мы едем, и у нас одновременно это крутится. На одно нажатие клавиши, когда я сдаю назад, она опускается. Это неудобно, но разобравшись сейчас, я понял, что на самом деле можно вот такое кресло использовать и просто прицеплять его соответственно к отдельным отдельным кнопкам. Вот так. Соответственно, у нас теперь два поднимает, два опускает, соответственно, допустим, ну, один крутит пропеллер, который у меня почему-то все равно получился кривой. Ну, ладно. Два поднимает это. И тут можно, в принципе, настроить даже в машине, то есть, допустим, три у нас будет крутить колеса вперед, четыре назад, пять поворачивать, шесть в другую сторону поворачивать, семь там, соответственно, поднимать, опускать. В принципе, тут оказывается все не так плохо, как я думал. Но я все-таки хотел разобраться с движками. Да. Так, движок, движок, движок. Нам надо для движков кнопки две сделать. Соединить движок, соответственно, с кнопкой каждый и, соответственно, подвести к нашему водительскому сидению. Кстати, можно даже посмотреть, потом будет ли она летать. Тест у нас получилось, что что-то лишнего перебрал, да? Странно. раз, два, три, четыре. Почему у нас отображается кнопка? Это, видимо, баг, потому что... не баг, все правильно, он же у меня рисует кнопку. Соответственно, вот так, вот так. И можно тут, кстати, даже где эти трастеры? Потому что нельзя. Двигатели точно можно настроить. Да, двигатель можно настроить, а трастеры, похоже, настроить силу их нельзя. Но, в принципе, при желании можно, допустим, сделать три трастера, они, наверное, будут лучше работать, чем один. В принципе, тут можно, как видите, уже конструировать всяких роботов, трансформеров. Это все можно делать. Мне кажется, даже будет достаточно интересно в этом деле все разобраться. Может быть, даже за счет этого я попробую. Ну, в принципе, не особо разница. попробую какие-то машинки в будущем сконструировать, показать вам, поснимать еще видео, потому что игра, в принципе, неплохая. Если будет дорабатывать, если будет новое делать, конечно, будет очень замечательно. Так, ну, допустим, форма, конечно, у нас большая. Я, честно говоря, не уверен, что мы взлетим, но попробуем. Давайте, почему нет. Вот сюда подпихаем их с одну сторону и сюда напихаем в другую. Что-то там, по-моему, лишний поставил. Нет? Нет. Или, в принципе, можно уже убрать вот с таким звуком железным, то хотя бы он оправданный, да? У нас это все дело рухнуло. Так, теперь нам, соответственно, нужно это все дело приконнектить. Connecting people. Лично. Если что, немножко неудобно, надо будет протягивать линию вот эти. Они иногда путаются, они туда протягиваются. Это, в принципе, не критичное. Главное, чтобы, в принципе, это все дело в итоге правильно сработало. Ну, иногда, соответственно, есть бак, почему-то не, она не оцепляется как надо и прочее. Летай, да. Но за счет того, что у нас это все дело не сбалансированное, у нас это машинка перекашивать. Давайте попробуем это все дело сбалансировать, попробовать. Движок нам не нужен. Пропеллер нам тоже не нужен. Так. Ну, почти. Я бы сказал, почти. Что-то у нас немножко ее все равно перекрутило, наверное, потому что, опять же, ай, нет, что я делаю? Я хочу поставить вот это. Опять же, потому что она у нас не совсем сбалансирована в некоторых деталях. Я даже знаю, где. Ну, кнопки тут сбалансированы. Кнопки мы убирать не будем. Вот, точнее, точнее, вот эти оставим там одну для баланса. допустим, так, так и так. Дать попробуем. Сейчас там один. Ага. Взлетать-то я не могу, потому что, опять забыл убрать вот эту пресловутую подставку, да. Забываю вечно. Ну-ка. Он теперь назад перекашивается из-за этих железных блоков. Но, в принципе, запуск получился успешный. Я даже понял, что тут можно летать каким-то хитрым макаром и как-то все настроить. То есть машина сможет взлетать за счет пропеллеров. А я хочу немножко просто уже под конец серии это сказать. В принципе, снова я вам показал, похвалился, что на самом деле игра мне понравилась. Единственное, что вот это дело надо я сказал вот это дело надо убрать. Вот. Чтобы она мне не мешала. Хочу я просто поездить посмотреть на ландшафт. В принципе, тут я думаю, что карта не такая большая. Здесь какое-то кукурузное поле. Преставцы, сможем сшибить? Нет, сшибить мы здесь не можем. Мы сможем просто насквозь проехать. Это, в принципе, я так понимаю, просто полигон для испытаний, чтобы можно было покататься, поездить. А если тут, говоря, какие-то вон там впереди то ли руину, то ли еще что-то. Все реализовано достаточно красиво, то есть не кубики. Так, нет, все-таки у нас движки не тянут вот такие по пересеченной местности езду. Давайте-ка мы их поставим на чуть выше. Можно, кстати, тут их разно-разно сделать, тогда будет вообще трэш, ну, на разный смысл, силу. Она же, видите, у меня завязана как вот этот правый мотор на правые колеса, левый мотор на левые колеса. Ну да, получше так немножко стал, покомфортней. Посмотрим, что там за камушки. Там впереди может быть какая-нибудь река, прудик есть. Наша девушка так хорошо подпрыгивает на это все деле. Главное не перевернуться, но, в принципе, если мы повернемся, мы всегда сможем все восстановить нормальную ситуацию. вот о чем я и говорил, но мы встали назад. Малотох как будто заглох, но, конечно, заглохнуть он тут не может. Ну, в общем, что я могу так, пока мы катаемся, пожелать разработчикам? Допилить, конечно же, эту игру, потому что она мне нравится. В принципе, на самом деле, я часто говорю, что вот игра мне нравится, а потом бац, и в нее не играю. На поворотах, конечно, мы неустойчиво. Это надо тоже конструкцию доработать. Кстати говоря, мы можем вот сделать вот так, типа починить машину. Попробуйте перернуть вот таким кустарным методом. Почти получилось. Вот, давай, 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 отлично. То есть, можешь даже ее не обязательно ставить на наш лифт. Так, ну вообще, в какую сторону гейм. И повороты, конечно, за счет того, что у меня два кольца сразу поворачиваются, конечно, это все дело неустойчиво получается, конструкция сам в себе. а вот там, скорее всего, конец карты, ограничитель. Все так скрипит, пожуживает, но вот, за исключением звука дерева, точнее, дерева падающего со звуком металлов, опять не держал. В принципе, со звуком все нормально. В общем, продолжаем разговор, давайте просто побегаем. Желаю разработчикам, как я уже говорил, дальше продолжать развивать, доработать, новые блоки вставить, сделать нормальные всякие механические детали, чтобы это все можно было нормально использовать, нормально конструировать, чтобы больше всяких полетов творческих мыслей было, чтобы, в общем-то, игроки оценили по достоинству эту игру, потому что, в принципе, на самом деле задел он не есть. Есть хорошая графика, есть хорошая физика, есть, в принципе, вот эти все конструкции. Я даже в процессе снятия этого видео понял, что я эту игру даже недооценил, что тут есть больше возможностей. Соответственно, сетевой режим, конечно, тоже потестировать, посмотреть, есть ли там лаги, баги, но это уже как-нибудь потом и сообщи получится. я надеюсь, кого-то найду, там можно будет вместе поугарать немножко. Ну, вот так, в принципе, думаю, что, хоть и дороговатая игра, можно ее приобрести, можно попробовать, побегать, конструировать, понять, что к чему и в процессе игру не забросит, она здесь не забросит, она будет развиваться, каждый раз будем что-то новое открывать, знакомиться. В общем, с вами был Ванок, спасибо за просмотр данного видео, не забывайте подписываться на канал и всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok